Девушки отдыхают Представь, Фина сказала, что он и его шлюха отмечали вчера первую годовщину Неужели год как они вместе? Нет, они праздновали годовщину С того дня, как Сергио впервые посмотрел на нее своими масляными глазками Сколько пошлости в этой женщине Эта дура даже не представляет, что Сергио смотрит так на всех, даже на швабру в юбке Ладно, хватит, Алисия, хватит Я пришла в гости, а ты только и говори, что о своем муже Оставь его в покое Пусть празднует, что хочет Пусть болеет Не волнуйся за него Как я могу не волноваться? Разве ты не видишь? Эта женщина, она губит его Я же сказала, он получит с ней туберкулез Дай Бог, чтобы не спит Потому что Сепи и не такое станется Только Богу известно, с кем она спала А Сергио даже не задумывается Это его проблема Тебе незачем думать об этом старике Пойми, он старик Тебе надо использовать шанс Свой шанс Который дает тебе жизнь Подумай о Франке Он бегает за тобой, как уличная собачонка Подружка, доставь себе удовольствие Которого ты заслуживаешь Почувствуй себя женщиной Поверь мне, тебе сразу станет легче Нет, я не могу Это выше моих сил Выше моих сил Вот поэтому ты и должна сходить к ясновидящей Она поможет тебе преодолеть этот барьер На пути к твоему счастью Тебя словно кто-то сглазил Как будто между тобой и Франком Поставили стену Ты считаешь? Я уверена? Тебе надо сходить к ясновидящей Пусть расчистят тебе дорогу Даже моего вдовца Она сделала шелковым Да Наверное, я схожу к Рите И заодно узнаю про Серхио Не говори мне больше о Серхио Я запрещаю упоминать об этом старом развратнике Ты не должна оскорблять Серхио Не говори так Помни, что он отец моих детей А это кое-что значит, Эстер Мы ужасно перепугались Агидита бросилась в воду спасать лис И чуть не утонула Потому что не умеет плавать А с девочкой все в порядке? Слава Богу Знаешь, Чео научил ее и какие-то держаться на воде И это спасло ей жизнь Слава Богу, вы отделались только испугом Ну, хватит говорить обо мне Расскажи о себе Чем ты занимаешься? Расскажи мне Расскажи мне А почему ты в университете? Хочешь опять учиться? Да Я пришла на лекции Хочу продолжить учебу Дело в том, что Со всеми этими проблемами И моим уходом из дома Я не смогла закончить семестр Но скоро я начну заново Я очень рад Это хорошо Титан, Чена Маги Как давно мы не виделись Как ты? Хорошо, а ты? Привет, Титан Привет Ладно, я пойду У меня начинается лекция Пока Пока Твой брат постоянно меня избегает Маги, разве ваши отношения не закончились? Да, но это не окончательно Чена У меня есть надежда Я уверена, Титан вернется ко мне Маги, на твоем месте Я бы о нем забыла Он женат У него дочь Я не могу Я пыталась, но не смогла И потом твоя мать открыла мне глаза Мама? Да Она убедила меня, что рано или поздно Титан поймет, что его брак с Марикузой Это ошибка И он вернется ко мне Возможно Кто знает Да, мама не меняется А ты? Расскажи о себе Я удивилась, увидев тебя в университете Неужели ты снова хочешь заниматься? Да, Маги А я-то думала, что ты уже снимаешься в Голливуде После своих сенсационных пота Маги, пожалуйста, не лицемель Ты, наверное, была в шоке, увидев эти снимки А вот и нет Наоборот, я восхищаюсь твоей смелостью Это здорово Нет Это всего лишь игра Сейчас я снова хочу заниматься Прекрасно Снова вместе? Да, не хватает только Даниэла И мы снова были бы вместе Кстати, ты ее не видела? Кого, Даниэлу? Да Она сказала, что учится Странно, я никогда ее здесь не встречала Даниэла Подружка, проснись Послушай, я боюсь Даниэла, Даниэла Просыпайся Да успокойся, с ней все в порядке Она просыпается Ну, очень долго Может, дать ей чего-нибудь, чтобы она побыстрее очухалась? Да это не то Даниэла, просыпайся Ну, поднимайся Подружка Я хочу пойти домой Давай, давай Надо делать перерыв Ты слишком много употребляешь, зараз Нельзя так много Рыжая, это что? Что еще за советы? Пусть принимает, сколько захочет Детка, принимай столько, сколько хочешь И потом Это полезно для кровообращения Я должна идти Нет, Даниэла Ты не можешь так пойти? Если твоя семья увидит тебя в таком состоянии Не догадаются Ты не можешь уйти Мне надо вернуться Да, но побудь с нами немного Давай немного прогуляемся Зайдем куда-нибудь, выпьем Ты получишь кайф с нами Идем Поднимайся Конечно, детка, идем Ты не пожалеешь Идем, идем Не знаю Не знаю Слушайся меня С нами ты быстрее придешь в себя А тебе это нужно Ты сказала, у тебя сегодня занятие Ты должна прийти туда с ясной головой Чтобы и дальше прикидываться Пай девочкой Вылечившейся девочкой Умницей А благодаря кому? Благодаря папочке Мамочке Да Мне надо прийти в себя Конечно Выпьем пивка Подай ей сумочку Хочешь немного Идем Ты не можешь прийти туда в таком виде Идем, идем Уйдешь, когда очухаешься И твоя мамаша ничего не заметит Давай, пошли Когда он узнает Когда увидит И его хватит Удара Честное слово, хватит Это не твое дело, Сира Да, сеньора Извините Сеньора Это все, что осталось Отнеси туда, где остальное барахло Сеньора Ну, как вам? Как комната? Можешь идти, Сира Да, сеньора Мама, ты меня искала? Да У меня для тебя сюрприз В чем дело, мама? Мама Что ты наделала? То, что должна была сделать Я вернула все на свои места Ты не имеешь права выносить вещи Абеля Потому что это и его комната Но, мама Я не позволю тебе убить память о нем Я не потерплю, чтобы ты выставил брата из этого дома Мама Как ты посмела трогать мои вещи? Мои личные вещи? Я делаю это ради твоего же блага, Генри Я не оставлю в твоей жизни ничего Что будет тебе вредить Делать тебя слабаком Уводить с пути, который я для тебя выбрала Мама, это невозможно Ты все переставила Где мои картины? Мои книги? Мои письма? Где? Где мои письма? Где они? Где мои письма? Ты это искал? Письма Перлы Смотри, что я делаю с твоими любовными посланиями Нет, не делай этого Ты не имеешь права Я имею права поступать так, как мне вздумается Нет, мама Ты не в праве так делать Отдай мне письма Отдай Нет Генри Ты не имеешь права Не имеешь права Ты больше ничего не узнаешь об этой Мендосе Об этой глупой любви Все кончено Нет, ты не имеешь права, мама Не имеешь права так поступать Нет, ты мой сын И ты будешь таким, каким я захочу Ты будешь таким же, как Абель Слышишь? Нет Нет Да Даже если ты не хочешь Ты сделаешь все, что я прикажу Ты будешь таким же, как Абель Ты станешь Абелем Станешь, потому что я так хочу Мне нужен он А не ты Вот увидишь, скоро ты выйдешь отсюда Через несколько дней ты полностью поправишься и вернешься домой А я буду о тебе очень хорошо заботиться Ты уже заботишься, тетя Ты не отходишь от меня ни на минуту, и я тебе благодарен Для меня это удовольствие Особенно сейчас, когда ты поправляешься, пришел в сознание Раньше Когда ты был в коме Я тоже была рядом с тобой Заботилась о тебе Но знаешь У меня сжималось сердце И комок подступал к горлу от сознания Что ты на волоске от смерти Что в любую минуту ты можешь перестать дышать И тогда все кончится К счастью, этого не случилось Да, правда Я жив, и мне не терпится Выйти отсюда, чтобы наверстать потерянное время Я хочу уйти отсюда, тетя Терпение, еще раз терпение И потом я не понимаю, почему ты так спешишь Что у тебя за срочные дела? Мне надо увидеть Гуделупе Гуделупе Конечно Она Это я была с тобой и заботилась о тебе все эти месяцы Но когда она пришла к тебе Когда заговорила с тобой, ты очнулся Смешно, правда? Очень смешно Нет, это не смешно Наша любовь Существует И благодаря ей Я вернулся к жизни Она не может любить тебя так же, как я Никто не может любить тебя так, как я Тетя Оливия Я знаю Ты меня очень любишь Но у тебя другая любовь Любовь матери Да, конечно Да, конечно Любовь к Гуделупе Вот что поддерживает мою жизнь Я не думал, что Когда-нибудь смогу так полюбить Я не думал Что всецело буду принадлежать другому человеку Настолько, что одно присутствие Придает мне Силы и желание жить Присутствие Гуделупа Жаль, что она не испытывает к тебе таких же чувств Больше того Ты напрасно растрачиваешь свои чувства Потому что Гуделупа не испытывает к тебе даже благодарности За эту любовь Однажды Однажды она очнется от своего сна Так же, как и я Как я вернулся из небытия И это я пробужу ее Я заставлю ее очнуться Точно так же, как Она заставила очнуться меня Я заставлю ее очнуться, тетя Да Наверное Но это будет позже Когда полностью поправишься И сможешь выйти из больницы Я буду ждать Ну Ты же слышал доктора Медин И Алехандро Он сказал, чтобы ты оставался здесь До полного выздоровления Ну Я буду с тобой По-моему, ты заблуждаешься, мой дорогой племянник У меня нет ничего серьезного Просто я немного устал Нет, дядя, прости меня Но судя по твоему рассказу Ты ведешь слишком активную половую жизнь Для своих лет Ты называешь меня стариком? Меня? Нет, но ты зрелый мужчина Ты же понимаешь, ты не молод Ты сам это знаешь Ты мне открыл Америку Думаешь, зачем я по-твоему пришел? Мне нужны витамины Какой-нибудь стимулятор Вот что мне нужно Нет, тебе необходимо полное обследование Тебе надо проверить предстательную железу В твоем возрасте У тебя с головой все в порядке? Ты с ума сошел, Алехандро Неужели я позволю, чтобы мне устроили это обследование? Ты рехнулся, да я лучше умру Это обследование мне сделают при вскрытии Да что ты Только через мой труп Только так Позволь тебе заметить Что только благодаря этому обследованию Можно выявить рак предстательной железы И если сделать это вовремя Можно избежать Больших неприятностей Боже мой Какой еще рак? Храни меня, Господь У меня ничего нет Что с тобой, Алехандро? В чем дело? Что ты? Какой рак? Я немного устал Это можно поправить витаминами Уколами, я не знаю Ну, помоги мне Как хочешь Ну, послушай меня Сходи к специалисту Мой тебе совет Да что же это такое? Какой еще специалист? Кошмар Будем говорить на чистоту Дорита страстная женщина Она просто огонь Бедняжка такая молодая Но не она меня доводит Скорее проблемы с твоей тетей Ченой Вот что может меня доконать Пожалуйста, дядя Серхио Послушай меня Нет, нет, нет А кроме того Прочие заботы Ты же знаешь Какая сейчас ситуация Деньги текут из рук Как вода Алехандро Нужно иметь свинцовые ноги Чтобы устоять И не оказаться В ночлежке для нищих Пожалуйста, дядя Деньги здесь ни при чем Нет, именно деньги Это 98% моих проблем Я не сплю Ты же знаешь Я не сплю Объясняться Мои кредитные карточки Которые пустеют Денно и ношно Но этому придет конец Когда я поговорю С твоей свекровью С Луизой? Да А че? Она снова руководит Делами своей семьи Честно говоря Мне надо опять Вложить туда деньги Пока Луиза Руководила организацией Я жил спокойно Я получал дивидианы Без проблем Мне выплачивали проценты Я не знаю Как ей это удавалось Но у нее была прибыль И будь уверен Если Луиза будет Во главе организации Все пойдет чудесно Я вложу туда деньги И буду получать Свои проценты Уверяю вас Прибыли будут сказочными Проблема Политической нестабильности Оттуда поступают Тревожные новости Карлос Не забывайте Газеты нарочно Все раздувают Они вечно преувеличивают Адвокат Я думаю Ситуация в этих странах Довольно тревожная Поэтому Помолчи, Карлос Мы все равно Сделаем вложение В Латинской Америке Оранго прав Все не так страшно Рикардо Руис Ездит туда И даст нам Полный исчерпывающий Анализ ситуации Не беспокойтесь, Луиза Этим могу заняться Я лично Вы установили контакты С судовладельцами? Конечно Отсчет о деталях Отправки товара Почти готов Луиза Я все-таки полагаю Мне не нужны Ни твои советы Ни твое мнение, Карлос Ты же знаешь Что у меня нюх На такие дела Я обойдусь без тебя Извини Это известно всем Синьора Луиза На правильном пути, Карлос Ладно, это решено Мы начнем наш проект Вложения В Южной Америке Это первый шаг Чтобы вновь поднять Организацию Самбрано Луиза Прости, что я настаиваю Но вопрос о капиталовложениях Уже анализировался Годелуп и Антонио Серьезно его изучали И пришли к выводу Что надо Немного подождать Антонио уже не работает В компании К тому же Я считаю плохим тоном Упоминать Годелупы Всем известно Она не способна Ни на какие решения Кстати, я бывала Мне ее очень жаль Настолько, что я решила Забрать ее оттуда Пусть живет дома Забрать? Но лечение приносит результат Медленно, но она поправляется Она выглядит гораздо лучше И тем не менее Она тоскует По-моему Ей нужна семья Ей нужно больше Бывать с друзьями С близкими Луиза, я не понимаю Почему ты решила Конечно, я понимаю Она нездорова Больше того, я считаю Она никогда не поправится полностью Она все время говорит О своем потерянном сыне Луиза Если тебя действительно интересует здоровье Годелупы Поговори сначала с доктором Феррером Прежде чем принимать любое решение Так будет правильнее Посмотрим, Карлос, посмотрим И все-таки вы меня Удивляете Синьора Сомбрано Вы доказали, что вы великодушная И понимающая женщина Вы правы Было бы шестоко и дальше Держать бедную девушку в этом учреждении Любовь и забота семьи Могли бы помочь ей Гораздо больше, чем лечение Самого лучшего врача И все-таки я полагаю Что доктор Феррер мог бы Хватит говорить на эту тему Я лично займусь судьбой Годелупы И сама решу Что делать И как всегда Сделаю все правильно Иисус Тетя Луиза заберет меня отсюда Она обещала Но как, Годелупа Как она тебя заберет Не обольщайся Наверное, она сказала это Чтобы успокоить тебя А на самом деле Это правда Она обещала, Иисус Она сказала, что Я поправилась Что я не сумасшедшая Боже мой, наконец-то Кто-то из моих близких Мне поверил И не только тетя Луиза Оливия тоже Она обещала найти Моего сына Если ты говоришь правду Я считаю очень жестоким Со стороны этих женщин Обещать тебе невозможное Они не смогут этого сделать Не смогут Смогут, Иисус Я выйду отсюда Только доктор Феррер Может это решить Только он может тебя выписать Он меня выпишет Я здорова И потом мне надо выйти Чтобы искать сына Понимаешь? Когда твоя тетя придет снова? Я бы хотел с ней познакомиться Поговорить Узнать, что она думает Понять, что она думает Не знаю Возможно, она придет сегодня Сегодня Мне надо отлучиться на 2-3 часа Но я постараюсь вернуться Ты идешь искать моего сына? Нет Я иду к своему деду Судье Видишь, я все помню Не волнуйся, я вернусь чуть позже Послушай, если придет твоя тетя Постарайся задержать ее подольше Тогда я смогу с ней познакомиться Я хочу поговорить с ней Ладно? Она добрая Она тебе очень понравится Тетя Луиза заберет меня отсюда А как только я буду на свободе Я найду сына Если я снова буду держать Луиза Антонио на руках Я буду самой счастливой Ты должна радоваться, что осталась жива, Гидита А не думать о всяких глупостях Изолина, мне стыдно И чего же ты стыдишься? Ты сказала, Исидор Делал мне искусственное дыхание Конечно Это привело тебя в чувство Но искусственное дыхание Да-да, Гидита Рот в рот Кузита видела? Конечно Все видели Марикуза, Титон Чучу И я Какой позор Ради бога Ты не маленькая, Гидита Ты тонула Ты должна быть ему благодарна Что он спас тебя? Ну пойми Ты чуть не умерла Девочка барахталась И держалась на поверхности А ты пошла ко дну Ведь ты не умеешь плавать Я всегда боялась воды Чего оказался прав Научив детей плавать Благодаря этому Виси жива И настоящей трагедии не произошло Кстати, а Гидита Как это случилось? Почему произошел этот несчастный случай? Все произошло в одну секунду Я отошла к Кокиту Кокиту Как же ты меня напугал Кокиту Не волнуйся Что с ним случилось? С мальчиком ничего Он и весь и в порядке А вот твоя сестра чуть не утонула А Гидита, ну что ты? Что с тобой произошло? Я чуть не утонула в бассейне Ну, слава богу Все в порядке А почему вы здесь? Разве вы не уехали? Мы уже опоздали А медовый месяц? Это не важно Когда мы узнали о случившемся Мы тут же вернулись Ты же знаешь Семья в первую очередь Да, но все закончилось благополучно Мы отделались только испугом Правда, Чео Тебе надо было поехать в путешествие Болноваться не о чем, слава богу Но уж нет Ты чуть не умерла Мы не могли так уехать Конечно, мы упустили свой медовый месяц Но для чего тогда семья Если мы не будем жертвовать чем-то Ради близких И потом речь шла О Коккито А что мне сделает мать Ради своего ребенка? Да Буис Антонио Да Скоро Ты снова будешь со мной Да А Лидия мне обещала Она сказала Что найдет тебя И вернет мне Чтобы мы были вместе Мой сынок Она мне так сказала Да, да Оливия Мигель, к тебе пришли У вас мало времени, учтите Луис Антонио Как бы я хотела держать тебя на руках Целовать Любить Чтобы ты узнала любовь матери Это мой сын Это мой сын Мой сын Сеньора, простите Послушайте Что вы делаете с моим сыном? Это Луис Антонио Это мой сын Нет, нет, сеньора Извините Это мой сын Да, да Сестра Сестра На помощь Это мой сын Сеньора, пожалуйста Сеньора Это мой сын Уходите, уходите Нет, нет Это мой сын Маму нельзя простить Господь не простит ей Генри, ты должен успокоиться Посмотри, что она сделала Сгни на комнату Она устроила все, как раньше Она заставляет меня жить с воспоминанием о Бабеле Она хочет, чтобы я сам превратился в Абеля Нет, сынок, это не так Просто Луиза не смогла смириться со смертью сына Вот и все И она хочет вернуть его благодаря мне Она так сказала, папа Она сама мне сказала Мама сумасшедшая Сумасшедшая И меня она тоже сведет с ума Перестань, Генри Постарайся успокоиться Мы что-нибудь придумаем Ничего нельзя сделать Ничего Ты не понимаешь, Диана Мама хочет, чтобы этот дом стал таким же, как раньше Она хочет все держать в кулаке У нее уже были проблемы с Даниэлой Она отказалась оплачивать учебу Виолетты Теперь выгнала Каталину А тебя, я не знаю Не знаю Что она с тобой сделает Мама знает, я вся в нее Ей со мной не сладить И с тобой тоже, если ты будешь сопротивляться Дочка, ты знаешь, это бесполезно Почему, папа, почему? Если Мы объединимся Мама не сможет нам противостоять Ты же знаешь свою мать Папа прав, он прав С ней бесполезно бороться Мне остается одно Только одно Уйти из дома Уйти из этого дома Нет Нет, Генри Ты должен остаться Мы все должны бороться с мамой Чтобы не дать ей нас раздавить Неужели ты не понимаешь, Диана? Если я останусь Меня будет мучить призрак Абеля Я чувствую его Постоянно Чувствую, как он ложится Как он ходит Я слышу его смех Он смеется надо мной Он смеется надо мной Так же, как в детстве Абель и мама Шушукаются обо мне По углам этого дома Абель и мама Говорят обо мне Перестань, Генри Не говори так Что с тобой? Если ты не остановишься Ты плохо кончишь Этого я и хочу Потерять разум Сойти с ума Как бабушка Как мама Как Гуделупе Ты не понимаешь Сумасшествие у нас в крови Разве ты не видишь Даже Даже Гуделупе Даже она сошла с ума Сколько? Это тебя успокоит А если нет Готовься провести ночь В холодной воде Послушай Если ты дальше Будешь устраивать эти скандалы Ты не сможешь выйти отсюда А я не получу своих денег Предупреждаю Если по твоей вине Я потеряю Это небольшое состояние Ты дорого заплатишь Поняла? Мой сын Замолчи Как не кстати Появилась эта женщина С ребенком А ты не смогла Сдержаться Ты что не понимаешь Это не твой сын Твой сын пропал И хватит говорить Об одном и том же Чего вы добиваетесь? Неужели вы думаете Что постоянно Будете нас контролировать Проверять? Что вы о себе Возомнили? Я только сказал Что мне кажется Странным Как понимать Что Буду-Лупе Хотят забрать отсюда? Повторяю Это не ваше дело А я говорю Что это подозрительно Мне бы не хотелось Прибегать к другим мерам Вы знаете Если я поговорю с дедом Поговорите с ним Наконец Я не собираюсь Постоянно терпеть Ваши угрозы Не боюсь Я ни вашего деда Ни других Что вы ему скажете? Что у вас есть Против меня? Случайное совпадение Сестра Только это А сегодня еще одно Не успел я уйти Как у Буду-Лупа Случился приступ Безумия Это странно Уверяю вас Я узнаю Что происходит Делайте Что хотите Вы что-то Замышляете Ракель Я? Я простой сотрудник А вот эта Синьора Тетя пациентки Хочет забрать Ее отсюда Лично я не вижу В этом ничего плохого Эта синьора Любит Свою племянницу Она любит Ее больше Родных Дочерей Подружка Пойми Если твоя старуха Прознает Она тебя убьет Это надменная Чванливая старуха Если она что-то Заподозрит Ее хватит удар Она ничего Не заподозрит Сейчас А недавно У тебя был Такой видок Если бы ты Вернулась домой Она права Детка Ты должна Быть осторожнее Ты не можешь Умереть Что с тобой Все-таки Случилось Пустяки Постоянно думаешь О своем муженьке Я должна идти Идем Рокки Проводи меня До машины Пожалуйста Рокки Пожалуйста Проводи меня Хорошо Послушай Будь осторожна Не волнуйся Идем До встречи Даниэла Пока Пока Иди спокойно Мы успеваем Что с тобой Ты чуть не упала Ты правда Хорошо себя чувствуешь Правда хорошо чувствуешь себя Да, да Точно Иногда Ноги меня подводят Но я в порядке Идем Я должна успеть вовремя Не спеши так Осторожнее Осторожнее Это я купила сумочку тоже Что же мне еще нужно было А, лучшее лекарство Походить по магазинам Покупка новых тряпок Лучше всего Поднимает настроение Анжела Долобни же ты Наконец Я не могу не думать Зайдем сюда Купи себе что-нибудь Вот увидишь Ты все забудешь И потом Дорогая Ты не можешь Всю жизнь говорить Об одном и том же О своем сыне Об Антонио В конце концов Твой муж Блестящий адвокат У него не будет проблем Знаю Меня больше волнует Не Антонио А Алекандро Почему Алекандро женат Он любит свою жену Если она тебе не нравится Это другое дело Хочешь совет Будет лучше Если ты постараешься Поладить с Даниелой И забудешь о своих проблемах Ты не понимаешь Даниела дрянь Она обманывает моего сына А Алекандро такой доверчивый Добрый Благородный А вот Даниела Похожа на свою мать Такая же лицемерка И предательница Оставь свои глупости Идем покупать туфли Я в порядке Отпусти меня Не надо меня поддерживать Как это не надо? Минуту назад Ты чуть не упала Да нет, детка Я доведу тебя Прямо до машины Не хочу, чтобы с тобой Что-то случилось Давай скорее Уже поздно Если я пропущу занятия У меня будут проблемы С Алекандро Алекандро Ну и повезло же Этому типу Помни Когда он тебе надоест Когда вы наконец Разведетесь Я буду первым в твоем списке Правда? Оставь свои шутки Но это не шутка Я серьезно Я буду ждать Когда ты бросишь Своего докторишку И всецело Будешь моей Субтитры сделал DimaTorzok